Концерт Михаила Круга был достаточно традиционен, со всеми свойственными артистам этого жанра атрибутами. На своем дне рождения, весной прошлого года, Михаил говорил о проблемах, с которыми сталкиваются он и его друзья-музыканты. Было бы интересно узнать, как обстоят дела у них сегодня. Гастроли, они есть. Из гастролей, значит, есть спрос на артиста. Мои тиражи намного выше, чем у любого эстрадного артиста. Но, к сожалению, мы живем с вами в стране, в которой до сих пор нет закона об авторских правах. И поэтому я получаю в месяц 20 рублей. Это смех один. Авторских гонораров. Не последний раз получал я в том году. В этом году ничего не получал. В Америке я действительно был уже миллионером в долларовом эквиваленте. Не надоело заниматься именно этим жанром? Не хотелось бы попробовать в чем-то другом? Ну, я не думаю, что Пугачевой надоело петь эстрадные песни. Не думаю, что Аллегровой надоело петь те же песни. Почему кругу должны надоесть блатные песни или, как называют жанр, русский шансон? В народе всегда пели эти песни на свадьбах, на днях рождения. И просто так вечером я не думаю, что Владимир Семенович Высоцкий когда-то запел бы в опере или где-то. Может быть попробовал, но дальше пробы это не пошло. Традиции, русские традиции, они существуют. Корни ее очень крепко находятся в земле, очень глубоко. И что бы мы ни хотели, как бы мы ни хотели телевидение, радио все навязывать нам западный образ мысли. Мы будем русские и будем всегда думать так, как мы думали, как думали наши бабушки, как думали наши дедушки. И петь те же самые песни. И «Мороз, мороз» и другие русские народные песни. А западные отрицаете музыку? Полностью, целиком. Это сатанизм. В церквах они поют, пляшут. Это кощунство просто. Я побывал в Германии, и мне пришлось петь «Стоя спиной к алтарю» в кирхе, это церковь немецкая. Я потом замаливал грехи, ходил. Это очень большое кощунство. Отменить концерт не было бы возможности. Очень много народу пришло. К сожалению, такие случаи случаются. Пока на сцене пел Михаил Круг, я узнал, что возникли серьезные проблемы со распространением билетов. Продолжение следует...